А главных новостях Украины и Мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте, сегодня в выпуске. По следам освобождения, как украинские военные 4 года назад освобождали города на Донбассе и какая обстановка на позициях сейчас? Километры бездорожья. В Прикарпатии обрушился автомобильный мост. Почему? И когда власти восстановят переправу? Что пьем? В каком состоянии вода в Днепре? И чего опасаются экологи? Не пиво, так вино. Почему бельгийцы стали массово выращивать винограды? Почему производство национальной гордости ушло на второй план? Боевики не придерживаются так называемого хлебного перемирия на Донбассе. Сегодня они дважды нарушали режим тишины. Потерь среди наших военных нет. В то же время, по данным украинской разведки, удалось ликвидировать двух снайперов противника нашего инкора. Ирина Баглай расскажет подробности. Что я увидел? Что мой лучший друг лежит раненый без сознания. Антон один из тех, кто вывозил раненых с передовой. Еще было светло, когда поступила информация. Двое бойцов попали под обстрел. Среди них был его друг. Пока вывозили в безопасную зону, старался удерживать его в сознании. Ехал с ним, говорил, Ваня, говорю, не отключайся, не отключайся, у тебя же две дочки, ты должен жить. Лиля медик, она оказала первую помощь на месте. Матбаза, я вам могу сказать, одна вот такая сумка у меня за два дня пошла. Бандажи, компонады, целокс. Целокс, первый помощник при ранениях мелкими осколками, когда множество порезов и жгут не спасает. Опасность, плотно летального. Может попасть этот осколок в артериальное, венозное, кровотечение вовремя не остановлено и все. При таких ранениях главное, как можно быстрее оказать помощь. И к местам, где машина уже не проедет, на линии огня медики бегут из всех сил. Полтора километра, километра двести где-то. Вот три-четыре минуты. Я же говорю, адреналин это вещь хорошая. Потом, правда, ноги болят. Иван и Андрей сидели здесь на кухне, пили чай после дежурства на позиции, когда неожиданно над их головой в шесть часов вечера разорвалась граната, выпущенная из автоматического гранатомета. Снаряд 30 миллиметров. Принцип его действия такой, что достаточно малейшего касания, чтобы он разорвался на мельчайшие осколки. Это носик, снаряд, который имеет 350 грамм полностью, 285 грамм летит. Летит со скоростью 180 метров в секунду, при сильной дальностью 1730 метров. Долетает до двух километров. Это то, что нашли бойцы после обстрела. Площадь поражения одной такой гранаты – 8 метров. Это такая гадость, он стреляет шахматным порядком. 29 снарядов, они выстрелили, где-то стреляли четыре. У бараниных бойцов в госпитале их жизни уже ничего не угрожает, говорит Лиля. Я каждый день звоню, знаю, стабильный, но операцию будут делать, потому что там осколок в легкие попал. По всей видимости, предполагают бойцы, у боевиков произошла ротация. Перемирие на этом участке продлилось ровно сутки. Не очередян из ДШК, утёс, пристрелки делают. Следы обстрелов – побитые искорёженные деревья. Только на одном. Даже листочки не опали. Его бойцы называют дерево шамана. Сам шаман объясняет – берегут детские подарки. Самого же дома ждёт трёхлетняя Ульяна. Спасибо всем, кто нас поддерживает, особенно маленьким детям, которые шлют сюда, как и раньше считают, что мы защищаем их. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей, из Данинской области. Подробности – телеканал «Интер». Четыре года назад украинские воины вернули мир в города и села Донбасса, которые захватили наёмники. В эти июльские дни годовщина освобождения от боевиков празднуют Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка и Бахмут. Как всё было, напомнят наши корреспонденты. Эти исторические кадры снял военный журналист Владислав Волошин. Утро 5 июля 2014-го. Штурмовая группа украинских десантников заходит в Славянск. Армейцы продвигаются к центру города. Боевиков на баррикадах нет. Вокруг разбросано оружие российского производства. Это ракета 9М114 «Цептур». Какие-то новые модификации. Это ракеты до ПЗРК «Флаг» 9М35. Уже к полудню Славянск полностью взяли под контроль украинские армейцы. Над зданием городской администрации подняли национальный флаг. Сегодня украинские воины заняли Славянск. Четыре года спустя события того дня Владислав помнит до мелочей. Говорит, особенно в память врезался один местный житель, который вышел навстречу нашим военным. В этот же день с боями украинские военные освободили Краматорск. На подступах города уничтожили колонну вражеской бронетехники, которая шла на подмогу террористам. Над городским советом военные установили украинский флаг. Жители Краматорска запечатлели этот момент. Освобожденные города пострадали от обстрелов. Разрушения есть не только на окраинах, где велись бои, но и на центральных улицах. Боевики часто обстреливали жилые кварталы. Утверждали, что это делает украинская армия, чтобы настроить против нее мирное население. В июльские дни 2014-го подразделения вооруженных сил Украины стремительно продвигались на восток, освобождая города и села от российских наемников. 6 июля армейцы взяли под контроль Дружковку, Константиновку и Бахмут. 21-го наши солдаты вошли в Рубежное и Торецк. 23-го был освобожден Северодонецк, а через два дня Лисичанск. Но в августе 2014-го наши военные на Донбассе столкнулись с кадровыми подразделениями российской армии. После этого в Минске заключили первое перемирие. В освобожденных городах закрепилась украинская власть. Захваченные территории получили особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Игорь Левинов, Геннадий Вивденко, Павел Лысенко. Подробности телеканал Интер. Украинский режиссер Олег Сенцов рассказал о своем самочувствии в письме актрисе Ремей Зюбиной. Документ она опубликовала на своей странице в Фейсбуке. Письмо датировано 3 июля. По словам Сенцова, чувствует он себя нормально, но не так хорошо, как заявляют некоторые правозащитники. Также он объяснил, что письма до него идут долго. Из-за системы тюремной цензуры, напомню, украинец объявил бессрочную голодовку. 14 мая прекратить ее. Согласен только если в России освободят всех украинских поедет заключенных. Пакет тектонических перемен в украинской политике презентовал Олег Ляшко. По словам лидера радикалов, его план направлен на преодоление коррупции, экономический рост и формирование ответственной перед избирателями власти. Олег Ляшко уверен, что его инициативы помогут справиться с политическим кризисом в парламенте и предлагает рассмотреть этот пакет уже на предстоящей неделе. Пакет тектонических изменений в украинской политике, новый незанажированный состав ЦВК, новый закон о выборе, закон о процедуру импічмента президента Украины, закон о тимчасовом исследовании Комиссии Верховной Ради, изменения до Конституции в частности скасывания депутатской недоторганности – это план Ляшко по подоланию коррупции, по установлению ответственности власти перед народом. Две музыкальные школы в Белой Церкви могут закрыть. Об этом заявляют преподаватели заведений. По их словам, в Гурсовете уже зарегистрировано постановление о ликвидации школ, хотя в них работают почти полсотни педагогов и учатся тысячи детей. В этих заведениях ведут обучение по 18 специальностям, от игры на скрипке до фортепиано. На просьбу о помощи откликнулся нардеп Сергей Каплин. В одну из этих школ он заявил, что не допустит их ликвидации. Мы обратимся к всех небайдужих гражданам, поддерживать нас. Мы обратимся к депутатам. Мы не имеем права допустить того, чтобы этот заклад втратил вообще свое существование. Мы отстойим его, мы отстойим интересы наших детей. Эти люди очень важны для развития национальной культуры. Культура, которую мы втрачаем. И культура, которая может стать настоящим локомотивом развития нашего государства. Мы обурены абсолютно нахабными, непрофессионными, антиукраинскими, антиконституционными деями міського головы и міськой рады. Мы объединяем великую количество народных депутатов, чтобы загестить эти два учебных заклада. Мы пойдем в украинские суды, чтобы в судах добиться обороны закрытия этих научных закладов. В Харьковской области сейчас работают 9 наблюдателей ОБСЕ. Это обусловлено тем, что регион граничит с Россией, а также Донецкой и Луганской областями. Об этом в Харькове заявил первый зампредседатель специальной мониторинговой группы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хук. Он встретился с главой региона Юлией Светличной. Во время беседы обсуждались также проблемы переселенцев с Донбасса. Юлия Светличная рассказала, что сейчас на территории региона проживают 126,5 тысяч человек, выехавших из оккупированных городов и сел. Все они получают помощь и льготы, к тому же местные власти стараются обеспечить их еще и жильем. Запровадживаем проекты государственные, международные и волонтерские, которые позволяют нам облаштовать житло для внутренних местных, запровадить программы працевлаштования, запровадить программы оздоровчивые, а также психологические допомоги. Этого года мы реализуем 13 объектов для створения житловых умов для внутренних местных, разов и с международными организациями. Возможно, когда-то будет положен конец этому конфликту. Тогда ваши гости, которых вы любезно принимаете в области, наверное, вернутся домой. В течение этого времени мы можем установить диалог, потому что присутствуем и здесь, и на той территории, откуда переселенцы бежали. Хочу выразить вам благодарность и приветствую усилия, о которых вы только что рассказали. Сначала упреки, а потом извинения. Харьковская гор-администрация опровергла обвинения в адрес местного управления СБУ. Такое заявление появилось на сайте мэрии. В сообщении говорится, что 20 июня во время заседания гурсовета неизвестные молодчики попытались захватить здание. Тогда городской голова Геннадий Кернес обвинил в произошедшем начальника СБУ в Харьковской области. Но теперь это заявление местная власть уже назвала дезинформацией. Выражая сожаление, надеется на конструктивную работу с СБУ. Напомню, после тогдашних событий харьковские политологи заявили, что позиции Кернеса ослабли, и он теряет контроль над ситуацией в городе. 78 свидетелей, один из них спикер Верховной Рады Андрей Порубий, убеждали суд в непричастности Александра Ефремова к госизмене. Второй человек в государстве дал полностью оправдывающие показания в деле бывшего народного депутата. Адвокаты убеждают, что при таких показаниях сомневаются в непричастности Ефремова нет никаких оснований и требуют честного судебного процесса. Напомню, накануне во время судебного заседания по видеосвязи Андрей Порубий заявил, что во время поездки в Луганск в 2014 году он не виделся и не общался с Александром Ефремовым. Я могу совершенно ответственно заявить о том, что счет по допрошенным свидетелям 78,0 в пользу свидетелей защиты. Ни один из свидетелей, включая вчерашнего допрошенного спикера парламента, не показал ничего о причастности Александра Сергеевича Ефремова к тем преступлениям, которые ему инкриминируют. И мы по всем пяти пунктам обвинения задаем вопрос. Знаете, что говорят свидетели на эти вопросы? Ничего неизвестно. О конкретных обстоятельствах, что он кому-то позвонил, он что-то сделал, он куда-то поехал, он что-то подписал, он принял участие и так далее. То есть фактические действия, что он совершил, никто ни о чем не говорит. В Ивано-Франковской области на взятки в 2000 долларов погорел руководитель Центра предоставления админуслуг Верховинской райгосадминистрации. Деньги чиновник требовал от бизнесмена за разрешение заниматься предпринимательской деятельностью, а именно заготавливать слесные ягоды. Задержали чиновника с поличным при получении всей суммы взятки, ему грозит до 10 лет тюрьмы. Трагедия в Черниговской области, в Нежине погибли трое подростков. На парне болелась бетонная плита. Это произошло накануне днем. Дети гуляли в заброшенном двухэтажном недострое, который находится при выезде из города. Внезапно одно из перекрытий рухнуло. Плита весом 2 тонны привалила троих мальчиков. Еще один успел увернуться. Он и сообщил о трагедии своим родителям. Те вызвали на место полицию и спасателей. Шансов выжить у ребят не было. Плита полностью их накрыла. Чтобы поднять перекрытие, спасателям понадобилось почти 5 часов. Спецтехника и автокраны. В напрямку села Вертіївка есть недобудована старая строительная 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 плита, которая перегороджила второй поверх и придавила насмерть трех хлопцев. Полиция Черниговщина сразу открыла два криминальных проведения. Это квалификается как несчастный случай. Также это относится безопасной эксплуатации строительной строительства, если оно причинило погибло людей. Дание, в котором рухнула плита, пустует уже много лет. Его строили еще в советское время. Сейчас строение в аварийном состоянии, однако не огорожено, не охраняется. На нем нет никаких предупреждающих об опасности табличек. В Нежине с сегодняшнего дня объявлен трехдневный траур по погибшим ребятам. А в Прикарпатии обрушился автомобильный мост. Отрезанными от внешнего мира оказалось одно из сел. Сегодня, чтобы добраться до райцентра, люди вынуждены проходить пешком по несколько километров, а водители прокладывают путь по бездорожью. Почему рухнула переправа, выясняли наши корреспонденты. Жители села Долгое Калужское уже почти неделю без автомобильного сообщения. Единственный мост, который соединял их село с внешним миром, обвалился. Село находится между горными реками Лимница и Чечва. Обвалившийся мост был самым легким и коротким путем, которым ежедневно пользовались местные жители. Теперь людям приходится добираться в объезд через два соседних села, а это 10 километров сплошного бездорожья. Если раньше до Калуша добирались за 15 минут, то сейчас нужно полтора часа, говорит Наталья. Сегодня она везет бабушку к врачу. Выезжают заранее, чтобы не опоздать. После того, как рухнул мост, в Долгое Калужское перестали ходить автобусы. Ближайшая остановка в соседнем селе, в нескольких километрах. Добираются туда люди пешком. Почему обрушился мост? В сельсовете объясняют, путепровод построили еще в 70-е годы. С тех пор ремонтировали его только раз после наводнения 2008-го. И то частично. Рухнула та половина, которую не реконструировали, не выдержали опоры. На малую глубину забивали опоры. Начиная с 2008-го року, полноводность речки Чеша была не такой большой. И в наследство того, что не была полноводна речка, заросли разными чагерниками русло. Ривень воды сближился. Створился так званый штучный водоспад. И в наследство такого водоспаду произошло подметение опоры. Правда, жители села называют другую причину. Оказывается, в селе находится дробильно-сортировочный узел и карьер по добыче песчаногравийной смеси. Аварийный мост обследовали специалисты. Подсчитали, ремонт обойдется минимум 8 миллионов гривен. У села таких денег нет. У нас речный бюджет становится примерно 800 тысяч. Если рассчитывать, что за руководством сельской рады мы можем сделать какой-то ремонт, капитальный ремонт, мы снато все заработать не можем. Как быстро смогут найти деньги областные чиновники, прогнозировать сложно. Ведь сегодня в Прикарпатии неотложного ремонта требуют еще почти 70 мостов. 8 уничтожила непогода, которая обрушилась на область в начале месяца. Еще 34 стоят недостроенными. 16 из них с момента наводнения 2008-го. Андрей Кровец, Жанна Дучак, Зиновия Автонас. Подробности телеканал Интер, Ивано-Франковская область. У жителя Запорожья украли автомобиль вместе с гаражом. Это произошло в одном из кооперативов в окрестностях города. Когда владелец авто пришел на место, то не обнаружил не только собственного имущества, но и помещение, в котором должны были быть охранники. Все детали в нашем следующем материале. Николай Магерамов рассказывает, когда пришел к своему гаражу и не увидел его, сразу вспомнил комедию Рязанова. Ведь здесь тоже стояла «Волга». Правда, в отличие от фильма, машина исчезла вместе с металлическим гаражом и даже бетонным полом. Здесь был мой гараж. Перед него стояла моя машина. В «Волге», которую я хотел восстановить. Ни гаража, ни машины. Теперь эти фото – единственные воспоминания об автомобиле 1974 года выпуска. Машина осталась от тестя. Последние полтора года Николай пытался ее реставрировать. Исчезать металлические гаражи в бывшем кооперативе стали еще весной. Но многие подумали, что их просто распродают. Когда же неизвестно, куда подевались будка охраны и электростолпы, местные жители стали звонить в полицию. Никому это не надо. Если куда-то позвонишь, приедут через полдня. Это уже будет поздно, понимаете. Но поселок ДД имеет плохую репутацию во всех отношениях. Найти украденный гараж вряд ли удастся, говорит Николай. А вот вернуть машину еще надеется. Мне даже из газ-клубов ребята, где я принимал участие, предлагали такой же автомобиль. Ну, вплоть до того, что дадут подарок, подарят мне. Но мне это неинтересно. Я бы хотел именно этот автомобиль, который остался от моего тестя восстановить. До полиции Николай не особо рассчитывает и готов предложить злоумышленникам вознаграждение, если раритетную «Волгу» еще не разобрали на запчасти где-то в соседнем гаражном кооперативе. Ольга Теребинска, Сергей Бордюжа, Игорь Варебей. Подробности телеканал «Интер» Запорожье. Выходные в стиле этнодрайва и украинской музыки. На горе Павиха в Полтавской области развернулся фестиваль. Уникальное живопытное место, активное развлечение, этнозабавы и качественная украинская музыка. Праздник устраивают уже второй раз. И цель его не только. Колоритный досуг Елена Брынза продолжит. Бескрайние берега Кременчугского водохранилища, песчаные обрывы, утопающие в зелени. Эти завораживающие виды открываются с горы Павиха. Именно здесь в эти выходные развернулся фестиваль Павиха-2018. На 10 гектарах развлечения на любой вкус. Спортивные, экстремальные, для детей, а еще ярмарка. Зона фудкорта, кинотеатр под открытым небом и, конечно же, этнозабавы. Именно аутентичные развлечения заинтересовали Максима и его семью. Они приехали из Кременчуга на все три дня фестиваля. Для гостей здесь оборудовали кемпинг. Меня больше интересует даже духовность, прямование. Это повернение к традиции, повернение к корену, самое украинское. И, конечно, даже подача его уже не как просто развлечительного захода, а именно того, который может внести какие-то традиции в себе. С семьей, друзьями и коллегами на один день из Кременчуга приехала и Валентина. Мы тут прямо с работой. Сейчас будем дивиться, раздавляться на концерт сходом. Сегодня я была на змаганиях. Там были такие. Я выиграла, получила приз. Я стояла в планке. Этот фестиваль еще и попытка привлечь внимание к необходимости укрепить береговую линию горы Пивиха. Ее размывают воды Кременчуского водохранилища. Есть уникальная у нас памятка природы, заказник местного значения. Это гора Пивиха. Найвищая точка Любережной Украины по линии Днепра. Это 169 метров. И есть большая надежда на то, что громадственность и руководство государства действительно поможет решить проблему берега укрепления горы Пивиха. Каждый день фестиваль завершает грандиозный концерт. Выступают здесь прежде всего украинские рок-исполнители. Украина найкрасивейшая без перебільшения страны. Исторично был духом хозяйства, духом настоящей Украины. Насколько мы знаем, участь известных артистов должна привернуть внимание общества к этой проблеме. И это отличается от чисто музычных фестивалей. Продлится фестиваль до вечера воскресенья. Для гостей выступят Ярмак и Казка. А в следующем году организаторы обещают еще более насыщенную программу и новых интересных исполнителей. Елена Брынца, Владимир Кувакин. Подробности. Телеканал Интер. Полтавская область. Главный праздник реки украинцев. В стране отмечают День Днепра. Но не праздником единым. 70% жителей Украины пользуются днепровской водой, которая, к сожалению, уже давно не отвечает стандартам качества. Почему? Расскажет Любовь Кукла. Крупнейшая река Европы после Дуная и Волги. А в Украине ей вообще равных нет. Но... Надзвичайно критичная ситуация сейчас с Днепром. И это уже не первый год. Да, не первый и далеко не последний. Против последних четырех лет Украинская экологическая лига совершает рейды по всей протяженности Днепра. Не только по основному руслу, но и по притокам. И мы видим, что с года в год ситуация погружается. Ухудшается, причем стремительно. Грязная вода, грязная. Водоросли страшная грязная вода. Да, о полноценной эко-катастрофе говорить, правда, еще рано. Но мы очень успешно и целеустремленно движемся в этом направлении. Днепр зарастает, рыба погибает. А вода вместо синего стала попросту зеленого цвета. Из реки в болото, как говорится, в Днепре даже рыбы поубавилось. Уровня воды нету. Рыба не клюет. Вода грязная. Все. А пытаетесь часто рыбачить? Часто. Но вы замечаете, что рыбы стало вот именно меньше? Да, рыбы меньше, это да. Из-за чего, никто не знает. Клюет рыбка? Ничего вообще не клюет. Но далеко не рыба единой. Украинцы эту воду пьют, конечно, после множества очисток. Но достаточно ли этого? Вода вкрылась зелеными плямами. И это отрута, которой не можно никак користоваться. Это вода стала отрутою. Даже сами коммунальщики признаются, для приготовления банального кофе покупают воду в магазине. Женка на чай и каву бере с бювета. Ситуация настолько абсурдная, что даже депутаты возмутились. Возьмите с собой великий пакет смятя. И для начала давайте очистим хотя бы нашу узбитчу речку. А кто самый смелый, а еще живет в местах, где действительно эта речка перетворилась на бруд. И не только Дніпро. И Черемош, и Пруд, и Десна, и много-богато речек, и Тясмен в Черкаськой области. Возьмите по баклажке воды и сделайте забир в этих колись величных украинских ряках. И принесите уряду, принесите парламенту, и принесите Министерству экологии и природных ресурсов. И покажите эти химические сполуки. К сожалению, зеленая грязная вода, вина самих же украинцев, уничтожаем Дніпро мы сами обычными источными водами. Этот абсурд, конечно, должны контролировать. Но, как говорится, не у нас. Потому что в нашей стране есть железные правила. Об экологии мы подумаем потом. После нас ведь пока есть выбор. У них есть право выбора брать из крана воду, купить бутыльованную воду в магазине. Но это пока ведь все рано или поздно заканчивается. Или высыхает, как Днепр, главная река Украины. Любовь куклой, Сергей Дубинин. Подробности телеканал ВЕНТР. Самый магический и волшебный праздник славян в календаре. Праздник Ивана Купала, один из любимых и загадочных. В старину люди в эти дни очищались водой и огнем. Некоторые традиции популярны и сегодня. На гуляниях побывала Марина Григорян. Первый день Ивана Купалы в народе называют купальницей. Согласно легенде, это праздник сестры Купалы. Агафены. В этот день велась активная подготовка к ночи. Купание считалось безопасным. А начинался день песнями. Девушки должны были защищать свой дом от нечистой силы с помощью растений. Собирать травы. Славянки верили, что собранная в этот день зелень обладает целебными свойствами. Из уст в уста передавалась легенда о папоротнике, который распускается в этот волшебный праздник. А кто его найдет, сможет стать провидцем. Считалось, что вода и травы наделены магической живительной силой. Девушки плели венки и мысли их должны были быть светлыми. И даже флиртовать. В этот вечер и парни выбирали себе невесту. Девушки снимали одежду, оставаясь в рубашках, распускали косы. Разрешались общие купания. Купальская ночь – особая ночь в году. На этот праздник было принято плести венки. Создавая их, девушки думали о замужестве. А уже вечером они готовы были запустить венок на воду. Так верю, что эти травы, которые есть в моем венке, они также будут мне на счастье. То есть ромашка, она очень позитивную энергетику имеет. И, конечно, потом в вечере прыгали через вогнище. Если уже находили свою пару, брали за руки, прыгали через вогнище. И это как бы символ, что эта пара будет всегда вместе. А девушки, у которых еще не было пары, они запускали венки на воду. И ожидали, когда же до них прийдет их суженый. Праздник длится несколько дней. Принято считать, что все сокровенное сбудется, если в эти дни держаться за руки. Марина Григорян, Геннадий Аникенко. Подробности телеканал Интер. Госсекретарь США Майк Помпео провел очередной раунд переговоров в Северной Корее по вопросу ядерного разоружения. Их результаты стороны оценивают по-разному. По словам главы Госдепа, удалось достичь значительного прогресса. А если КНДР откажется от ядерного оружия, от имени Дональда Трампа пообещал стране светлое будущее. В Пхеньяне же результаты переговоров назвали тревожными. Заявили, могут и вовсе прекратить разоружение, если оно будет происходить в одностороннем порядке. Интернет-троллям объявили войну. Твиттер сообщил о блокировке ни много ни мало 70 миллионов подозрительных аккаунтов. Против кого борются детали виртуального противостояния фейкам, знает Дмитрий Анопченко. Это стало обыденностью. Все теперь уткнулись в мобильные телефоны. На ходу читают, смотрят видео, посылают сообщения и твитят. Ведь с приходом Трампа эта соцсеть становится все популярнее. Поскольку именно в ней президент по нескольку раз в день сообщает о самых важных решениях. Баталии в комментариях разгораются нешуточные и зачастую уже невозможно разобраться. Это обычные пользователи с тобой спорят, а значит из текста можно понять, как общественность настроена. Или в борьбу вступила тяжелая артиллерия, армия фейковых персонажей. Не так давно о такой борьбе сообщил Фейсбук, но вот теперь подтягивается и Твиттер. Авторитетная газета The Washington Post провела собственное расследование и пишет в свежем номере, мол, социальная сеть готовится нанести серьезнейший удар по интернет-тролям. Газета выяснила, с мая Твиттер уже заблокировал более 70 миллионов аккаунтов. Темпы поражают, замораживают по миллиону страниц в сутки. А уже на следующей неделе публично объявят о дополнительных мерах. Заработают специальные алгоритмы для определения негативного поведения пользователей. В частности, если это не сообщение о землетрясении или цунами, то одинаковый текст, отправленный с разных страничек, будет автоматически удаляться. Washington Post пишет, Твиттер заактивничал не сам, а под давлением Конгресса, в связи с расследованием российского вмешательства в выборы, частью которого якобы и была грязная кампания в этой социальной сети, когда тысячи троллей по команде бросались комментировать нужные события, влияя таким образом на настроение избирателей. Уже осенью в Соединенных Штатах промежуточные выборы, людям придется голосовать за губернаторов, за часть конгрессменов, и к этому моменту социальные сети хотят полностью зачистить от ботов и троллей. Даже ценой того, что рядовым добросовестным пользователям, возможно, тоже придется столкнуться с трудностями. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер». В Бельгии одержимой пивом из-за глобального потепления стремительно растет производство вина. За последние 8 лет территории виноградников в стране увеличились в 5 раз, как и производство напитка. Могут ли изменения климата повлиять на национальные вкусы бельгийцев, расскажет Елена Абрамович. От количества видов пива в меню бельгийских пабов глаза разбегаются. Их десятки. Есть бар, в котором 2000 наименований. А вот вино присутствует лаконично. Всего три вида. Белое, красное и розе. Пиво – национальная гордость Бельгии. Здесь производят 900 разных марок этого напитка. В прошлом количество пивоварен в стране не уступало количеству церквей. А сейчас некоторые храмы даже открывают свои пивоварни. Это пиво сделано в духе церкви. Оно шипущее и исполнено жизни. В какой-то мере мы хотим придать такой же имидж нашей церкви святой Екатерины. Потребляет пиво так много, что в городе Брюге, к примеру, один из пабов провел к пивоварне отдельную трубу. Впрочем, вскоре ситуация может измениться. Прохладный и дождливый климат, такой благоприятный для пивного брожения, уже в прошлом. Лето стало куда жарче. Бельгийский винодел Этьен рассказывает, урожай виноградники дают почти на месяц раньше, чем в 1993-м, когда он пришел в бизнес. Думаю, у бельгийского вина хорошее будущее. Оно еще очень молодо, и нам предстоит много открытий, особенно когда речь идет о сортах винограда, терруарах. В ближайшие 10-15 лет, думаю, будет стремительный рост, и мы достигнем действительно впечатляющих объемов. Объемы уже увеличиваются. Министерство экономики отчиталось, менее чем за декаду в стране выросло производство вина почти в 5 раз, до 950 тысяч литров в год. И климатические изменения и в дальнейшем должны этому способствовать, считают исследователи. Изменение климата влечет за собой сдвиг в виноградарстве. Факторов много, но уже сейчас мы четко видим, регионы Средиземноморья, которые в настоящее время пригодны для выращивания винограда, в будущем станут менее подходящими. А вместо этого зоны в Северной Европе, таких как Бельгия, займут их место. Пока же бельгийцы мало верят, что страна променяет пиво на вино. Не зря же, два года назад, пивную культуру Бельгии внесли в список всемирного культурного наследия человечества. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Середонов. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Песни, после которых приходится скрываться за границей и в какой стране роль женщины в семье определяют на референдуме. Об этом и не только далее в нашем обзоре. Илон Маск отправил троих инженеров в Таиланд, чтобы помочь спасти детей из затопленной пещеры. Предприниматель также передал необходимое оборудование. Юношеская футбольная сборная находится в ловушке уже 15 дней. Дайверы передают детям продукты и забирают письма мальчиков их семьям. В записках подростки пишут о том, как мечтают вернуться домой, но просят родных не волноваться. Во время испанского забега быков пострадали 5 человек. Участники должны были бежать перед быками по улицам Памплоны протяженностью 1 километр. Пострадавших доставили в ближайшую больницу через несколько минут после начала забега. Одного из них бык травмировал рогами. Из-за дождя, который прошел перед забегом, дорога стала более скользкой. Испанский суд приговорил рэпера Вальтони как к 3,5 годам тюрьмы за оскорбление королевской семьи и прославление терроризма. В своих песнях музыкант нелестно отзывался о полицейских и даже воспел повешение короля. Чтобы избежать наказания, рэпер сбежал в Бельгию. Сейчас, по его просьбе, суд в Брюсселе пересматривает дело о его аресте. В Ирландии роль женщины в семье определят на референдуме. Правительство страны решило пересмотреть 41-ю статью Конституции, где сказано, что матери не должны работать в ущерб своим семейным обязанностям. Министр юстиции заявил, что такая статья неуместна в современном мире. Референдум проведут в один день с президентскими выборами в октябре этого года. Чрезвычайная жара заставила жителей Южной Калифорнии оккупировать пляжи. Температура в центре Лос-Анджелеса выше 41 градуса по Цельсию. Экстремальная жара в сочетании с высокой влажностью создают крайне сложные для людей условия. Калифорнийцы ищут спасения в океане и заведениях с кондиционерами. По прогнозам синоптиков, высокая температура продержится еще несколько дней. Презвящийся Южный Кит появился у берегов Новой Зеландии. За такое редкое событие жителям Валентона пришлось заплатить ежегодными ферверками во время празднования Маорийского Нового Года. Мэр города запретил салюты, чтобы избежать непредвиденного поведения кита. Но горожане с удовольствием фотографируются с дикантом. Валентонский Кит уже стал героем соцсетей. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok